МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Аккел Бусер. Очередной раз напоминаем, что название нашей программы необычное. Если вы прочитаете его заданный период, то поймете, что мы рассказываем о детских новостях в нашей республике. В студии работают Никита и Данила Васильевы. Сегодня в выпуске. Делаем зарядку на переменах. Знакомимся с самыми умными собаками и смотрим на удивительные космические поделки. Начинаем выпуск со спортивной новости. В Чебоксарских школах появились необычные перемены. На них и малыши, и старшеклассники делают зарядку. Придумали такие перемены в администрации города Чебоксары. Взрослые очень хотят, чтобы мы выросли сильными и здоровыми. Мы с Данилой с 4-х лет серьезно занимаемся спортом. Поэтому нам спортивные перемены очень нравятся. Это интересно и полезно. Ведь далеко не все ребята делают зарядку по утрам, как рекомендуют врачи. Упражнения для спортивной перемены подобраны специальной. Их можно делать в обычной школьной форме. Национальное телевидение Чуваши вместе с питнес-инструкторами и учениками 38-й школы подготовили специальные видеоролики-подсказки. Вы будете смотреть их в своих школах и выполнять упражнения без ошибок. 5, 6, 7, 8. Чуть побыстрее. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На месте похлопали. Медленный марш. Восстанавливаем дыхание. Восстанавливаем дыхание. И делаем глубокий вдох. И... Делайте зарядку каждый день. Побеждайте себя. Таких гостей в Чуваши еще не было. 250 кинологов со своими служебными собаками приехали к нам на соревнования из самых разных городов. Кинологами называют дрессировщиков, которые учат собак искать пропавших людей и даже взрывчатку. Давайте скорее знакомиться с нашими четвероногими героями. Этот пес по кличке Бандерас обнюхивает машины не просто так. Он выполняет задание кинолога. Выясняет, в каком автомобиле спрятаны вредные наркотики. Как только овчарка уловила опасный запах, сразу дала знать – села. Это значит, задание выполнено. Причем правильно. Молодец, Бандерас. Теперь можно отдохнуть. Повеселиться с хозяйкой. А к машине пусть подходит следующий участник. Всероссийские соревнования кинологов и служебных собак проходили несколько дней, потому что заданий у участников было много. Эти собаки тоже ищут наркотики, но уже в багаже. Бельгийская овчарка-викинг справилась с заданием всего за несколько минут. В благодарность получила любимую игрушку. Дрессирую я его с пяти месяцев, как он ко мне попал, еще щенком. Сначала мы обучали его общим дисциплинам, то есть послушанию. А потом уже обучались именно обыскивать помещение, транспорт, багаж, все остальное. Приучали к запахам, чтобы он их знал и находил. Вообще служебные собаки, они дрессируются двумя способами. То есть либо это на пищу, либо на игрушку. То есть в основном идут, конечно, собаки, которые любят игрушки. Это своего рода их зарплата. То есть собака ищет наркотики, и за это она получает свое либо лакомство, либо игрушку. За игрушку они сделают что угодно. Викинг уже взрослый пес, но играет с мячиком, как щенок. Рядом нежится на солнышке гость из Хабаровска. Арник. Добирались, конечно, в самолет, 8 часов до Москвы. Там уже самое тяжелое, да, это было метро. Собака на эскалаторы залезет, все нормально. Но вот в самом конце она побаивается, что просто лестница уходит никуда. Может, палец причемить. Так что я сначала сам убрал ее и на руки. Думаете, Арни трусишка? Ошибаетесь. Она много-много раз помогала полицейским находить наркотики. Был интересный выезд тогда. Приехали в общежитие, а там было пару парней. По запаху уже тоже сам почувствовал, что что-то уже готовят. Ну, это тоже человеческая жадность. Нет бы сразу выкинуть, когда его увидели. Они спрятали за окно, на карниз положили. Она меня тянет прямо к подоконнику. Я уже сидеть за батареей посмотрел, на подоконнике посмотрел. Ну, нету, потом уже хлоп, она меня все равно тянет. Я уже окошко открываю, а там на карнизе стоит у них. И жадность. Ну вот, молодец, а ей плюсик. Собаки, которые отлично справляются с поиском наркотиков, не смогут найти взрывчатые вещества. И наоборот. Ведь каждого питомца специалисты приучают к определенному запаху. А еще я узнал, что многие служебные собаки не привыкли общаться с детьми. Некоторые даже рычали на меня. Но найти друга мне все-таки удалось. Кинологи утверждают, что научить искать взрывчатку можно собак любой породы. Но чаще всего в полиции работают овчарки, фаниели и лабрадоры. Илья Федоров, Антон Вовк, Акел Бупсер. Переходим к другому конкурсу, всемирному. Известный актер Джеки Чан объявил конкурс на лучший дизайн медвежонка. Ребята со всего мира принялись разукрашивать шаблон медведя. А Джеки Чан рассмотрел все работы и выбрал 9 лучших. В число финалистов пошла девочка из нашей республики. Анетта Прохорова живет в поселке Урвары и рисует с двух лет. Подробности в следующем сюжете. Портфолио Анеты Прохоровой более 50 грамм и дипломов. И хотя девочка не ходит в художественную школу, она часто становится победительницей конкурсов рисунков. Аня даже иллюстрирует детские сказки. Рисунки Анеты выходят в сборниках «Новые сказки». Таких сборников вышло 4. И в каждом сборнике вышли рисунки моей дочери. От конкурса Джеки Чана мама юной художницы узнала из интернета. Мне мама сказала, что идет конкурс «Бадди Бе». Я сразу согласилась участвовать в нем. Были формочки, и я нарисовала такого медведя. Он назывался «Бадди Бе» на природе. Медвежонок у Анеты получился радужный. Посмотришь на него, и сразу улыбнуться хочется. Этот рисунок, а также работа других финалистов конкурс, выставит на акцион. А вырученные деньги направит в фонд ЮНИСЕП, организацию которой помогает детям и защищает их. Оказывается, Джеки Чан не только снимается в боевиках, но и является послом доброй воли ЮНИСЕП. КИЯ! КИЯ! Примерно так дерется Джеки Чан в своих фильмах. Кстати, почти все трюки он исполняет сам. Пум! Ты сейчас очень похож на школьного хулигана, который даже сидя за партой хочет с кем-нибудь подраться. Да, хулиганы в школе встречаются. И драки бывают, и травмы, и слезы. Надо с этим что-то делать. Что посоветуете, дорогие телезрители, как бороться со школьными хулиганами? Есть ли у тебя в школе хулиганы? Да, есть. И что они делают вообще? Ну, ругаются матом, обижают слабых. Девочки, а есть ли у вас в школе хулиганы? Конечно же. Например, в нашем классе все мальчики на каждой перемене дерутся. Это обычное явление. Хулиганы вредят другим детям играть, и бьют их, пинают. Ну, я думаю, что в моей школе есть хулиганы, и это почти все седьмые классы, так как они издеваются над начальными классами, но спорят с учителями, передразнивают их. В моей школе их пять ровно. Скажи, а есть ли в твоей школе хулиганы? Да, очень много хулиганов. А что они делают? Как что? Хулиганят. Например, передразнивают учительницу, рисуют всякие каракули на заске. Один из самых отъявленных хулиганов пугает вахтёжа с жирными котами и голубями. В основном это старшеклассники, они как бы обзывают детей, потом пишут всякие гадости, например, на зеркалах и пугают. Они обзывают девочек, бьют девочек, бросаются на всех моих одноклассников и прохожих. Ну, в школе нет, у нас садики были. Ну, они иногда обижают, задирают, обзывают нас. Бьют. И как с этим бороться, вы знаете? Ну, можно ябедничать иногда, учительница говорить. Или не отникаться. Не обращать на них внимания. Я считаю, что, конечно же, можно бороться с хулиганами. Нужно устраивать проверки в классах и ставить по поведению двойки. Я думаю, нужно писать замечания и вызывать родителей в школу. Можно их наказать или отвезти к директору. Ну, я думаю, их надо вызывать к директорам и их школу, и их родителей тоже в школу вызывать. И их можно поставить на учет в участке МВД. Я не знаю, как с ними бороться. Я думаю, с ними нельзя бороться. Они будут размножаться. Ну, надо жаловаться на них учителям, родителям, чтобы их вызывали родители, и родители потом дома с ними ругались и проводили воспитательные беседы. Я с ней согласна полностью. Два способа есть. Первый – это начать на них не обращать внимания, ничего не делать. То есть ничего им не говорить, если они тебя дразнят. И есть второй способ – рассказать все учительнице или родителям. Я думаю, что с ними надо бороться и буквально конкретно. И мне кажется, нужно вызывать родителей в школу, жаловаться учителям, жаловаться директору, чтобы они провели с ними проучительную беседу. Я думаю, с ними не надо бороться. Это остается на их совести. Они, когда вырастут, поймут, что они были неправы. Я думаю, что к некоторым советам ребят стоит прислушаться. Ну а сейчас поговорим о хулиганах. Переносимся в 10-ю школу. Ее ученики успевают не только получать пятерки, но и делать удивительные космические подделки. А почему космические, объяснит наш корреспондент Юля Муравьева. Здравствуйте. Я учу в школе имени чувашского космонавта Андреяна Григорьевича Николаева. 5 сентября Андреяну Григорьевичу исполнилось бы 85 лет. В честь этой даты в нашей школе проходит конкурс поделок «Планета. Сад». А в саду, как известно, всегда много цветов. Вот они из бумаги, бисера, ленточек и даже листьев. Все эти букеты – подарок имениннику. Ярослава, расскажи, пожалуйста, какой материал ты использовала, чтобы сделать букет для Андреяна Григорьевича Николаева. Картон, цветную бумагу, а также искусственные цветы и блестки, чтобы сделать солнце, звезды, планеты, солнечной системы. Фантазия, ребят, не знает границ. Ученики пятого класса превратили обычную коробку в планету Марс. Наши композиции называются «И на Марсе будут явно уцвести». Мы долго думали, из чего же нам сделать нашу задумку. И решили, что каждый принесет из дома то, что может. Ну, например, это большое НЛО мы сделали из большого патисона, а этого марсианского жителя мы сделали из кабачка, а его рот, глаза и руки мы сделали из рябины. Но на самом деле на планете Марса жизни нет. Но на нашей планете она кипит, потому что там есть марсианские жители, там есть марсианские ежики и даже есть марсианские собаки. И вот поэтому наша подделка выглядит такой оригинальной. Принять участие в этом конкурсе могут абсолютно все обучающиеся школы. Ребятам нужно составить цветочную композицию из любого материала. Это могут быть природные материалы, это могут быть искусственные материалы. Участники все получат сертификаты, победители получат дипломы. Конкурс «Планета Сад» республиканский, а это значит, что лучшая работа 10-й школы проходит следующий тур. И мне очень хочется пожелать нашим ученикам победы. Юлия Муравьева, Николай Яковлев, Акил Бупсер. Это все, о чем мы успели рассказать. Упоминаем телефон нашей редакции 64 11 11. Также предложить свою новость вы можете, написав на ВКонтакте. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Добрых всем новостей. До свидания. Добрых всем новостей. Добрых всем новостей.